МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А инженеры Алексей Бессарап и Евгений Зайцев ведут проекты по созданию приборов, определяющих физические параметры водогазонефтяной смеси. Эта проблема является весьма актуальной, потому что сейчас все расходомеры как газа, так и жидкости работают на чистых средах. Тем самым нам необходимо выполнять сепарацию, что очень дорого и затратно финансово. А если будет создан прибор, который определяет количество газа в жидкостном потоке, то в сепарации отпадет необходимость. Это будет и более оперативный учет, и очень большая экономия в бюджетах нефтегазовых компаний. Установки будут полезны для предприятий нефтегазовой отрасли, так как помогают решить проблему импортозамещения. Продолжаем выпуск. О науке с иностранным акцентом говорили участники заседания рабочей группы Ассоциации глобальной университеты. Ассоциация объединяет вузы участники проекта 5.100 и выбрала Тюменский госуниверситет площадкой для обсуждения темы поддержки иностранных специалистов. Мне кажется, что это является одной из принципиальных вещей. Все в жизни от встреч в конечном итоге. И международные связи как раз позволяют вузу встроиться в это международное академическое сообщество. Конечно, идеальный вариант, когда это строится от науки, когда это grass roots, когда сначала встречаются ученые, когда уже есть предмет совместного исследования, и отсюда простраиваются более такие большие институциональные истории. Особое внимание было уделено передовому научному опыту Тюмгу в аккорологии, фотонике, микрогидродинамических технологиях. Эти проекты реализуются при участии иностранных специалистов в том числе. В частности, преподаватель из Америки Квинтон Скрибнер, говоря о своей работе в Тюмгу, отметил великолепные условия для преподавания. К слову, само заседание проходило в обновленной аудитории имени профессора Дегтева. Какие перспективы открываются перед студентами Тюменского госуниверситета? Участника программы 5.100 узнали школьники на дне открытых дверей вуза. Узнаем и мы. Осторожно, двери открываются. Экспресс Тюменского государственного университета доставит всех самых талантливых и амбициозных в мир образования и науки. Поехали! Импровизированный зал ожидания наполнялся все новыми и новыми пассажирами, мечтающими получить качественное образование именно в Тюменском госуниверситете. Поближе познакомиться с вузом на день открытых дверей приехали более тысячи школьников с юга Тюменской области и северных округов. На 16 станциях ребятам и их родителям подробно рассказали о направлениях подготовки, поступлений и преимуществах учебы в Тюмгу. Университет сегодня очень динамично меняется, очень стремительно, появляются новые форматы, новые проекты, новые партнеры. Это возможности для студентов. Студенты в такой ситуации могут выбрать для себя летние школы, включенное обучение на семестр, на год, магистрские программы в лучших российских и зарубежных вузах. Это очень важно, потому что мир сегодня, вы знаете, с одной стороны глобальный, с другой стороны очень такой динамичный. Студенты хотят передвигаться, они хотят познать мир вместе с университетом, они хотят путешествовать и учиться одновременно. И мы такую возможность предоставляем. Тюменский госуниверситет имеет партнеров среди лучших мировых университетов. И студенты вуза могут получить двойные дипломы, стать участниками дополнительных стипендиальных программ. Это также играет в пользу выбора Тюмгу. Данный университет обладает хорошим выходом на международный уровень, хорошие связи имеются. И в общем мне нравится вся эта структура и обстановка в университете. Привлекают абитуриентов перспективы трудоустройства, которые открывает университет. Ведь у Тюмгу налажены связи с крупнейшими российскими и иностранными компаниями. Хочу поступить в Тюменский государственный университет на направление компьютерной науки и математика. Потому что я считаю, что это очень широкая отрасль сейчас в наши дни. Потому что без компьютера сейчас мало что обойдется. Ну и считаю, что эта отрасль будет развиваться. И мне она очень нравится и привлекает от меня. Интерес у абитуриентов вызвало и новое структурное подразделение университета – школа перспективных исследований. Подготовка бакалавров здесь будет осуществляться по социогуманитарным направлениям. Первых 100 студентов школа примет уже 1 сентября 2017 года. Продолжили знакомство с Тюменским госуниверситетом школьники на последней станции в Большом зале Дворца культуры «Нефтяник». Традиционно присутствующих поприветствовал ректор Тюмгу Валерий Фольков. После чего был показан фильм об университете. Не теряй время на улице. Учись в Тюменском государственном университете. Праздничный концерт провели выпускник Тюмгу Айдар Гараев и Елена Гущина, а помогали им в этом остальные участники команды КВН «Союз». Но студенты Тюменского госуниверситета выступили с творческими и спортивными номерами, тем самым еще раз доказав, что университет дает возможность развиваться во всех направлениях. Оксана Логинова, Николай Салдаев, Евразион ТВ. Выпуск продолжит блок новостей короткой строкой. Основным спикером 27-х губернаторских чтений стал Юрий Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов. Свой доклад он посвятил отношениям России и стран Дальнего Востока. Содокладчиком выступил Джу Юйфу, профессор Тюмгу из Тюйфуского государственного педагогического университета. Он говорил о традиционных китайских ценностях и их роли в стратегическом партнерстве Канайр и России. На этой неделе в Тюмени чествовали лучших юристов. Почетные награды получили ректор Тюмгу Валерий Фольков, представители Института государства и права и проекта «Открытая школа права». Юристом года 2016 стал Михаил Богинский, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. Отметим, что под его руководством в Тюмгу уже несколько лет работает школа молодого исследователя. Директор Института государства и права Тюмгу Сергей Марочкин и начальник тюменского полицейского главка Петр Вагин подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, студенты Тюмгу получат возможность проходить практику в полиции, а сотрудники ведомства будут проводить занятия в университете. В Тюмгу состоялся круглый стол памяти Георга Стеллера, приуроченный к 270-й годовщине со дня смерти известного ученого-естествоиспытателя. Речь шла о роли иностранных ученых в изучении Сибири и Дальнего Востока. Также участники встречи поддержали идею о переиздании в Тюмени библиографии, трудов Стеллера и литературы о нем. В Тюмгу стартовала спартакиада по мини-футболу среди общежитий ВУЗа. По итогам первой игры лидером стала команда общежития номер 3 «Тюмен Янгс». Еще один сюжет в конце этого выпуска. Рост творческого мастерства участников отмечают организаторы второго фестиваля журналистских проектов «Медиа-навигатор». Новые друзья, новые знания – это еще не все. Какие призы получили победители, узнаем из сюжета Владимира Березовского. Позади у этих ребят тернистый путь от рождения идеи до ее максимальной реализации. Они удачно защитили свои проекты на очном этапе и теперь с нетерпением ждут результатов. Всего в этом году на суд жюри в заочном этапе конкурса поступило 50 работ. Из них только 30 прошли во второй тур. Успех этого фестиваля обусловлен прежде всего тем, что это прекрасная возможность самореализации для юных журналистов, для будущих абитуриентов, для школьников и для студентов-первокурсников. Это возможность заявить о себе как о профессиональном журналисте. Это возможность представить свое видение проблем нашего мира и, соответственно, возможность быть услышанными и оцененными. К слову, оценивала присланный на конкурс работы компетентное жюри. В него вошли известные профессиональные журналисты не только Тюмени, но и Москвы. В каждой из номинаций фестиваля было определено три победителя. Все они получили дипломы и памятные подарки. Однако самым фееричным было награждение победителей в номинации «Лучший телепроект». Ведь награду вручал сам Алексей Зотов. Помимо сертификата, дающего право на участие в журналистских конференциях и форумах, Валерия Половинкина получила сувенир и лично от Алексея. Это елочная игрушка с логотипом Первого канала. Мой проект номинации «Лучший телевизионный проект» называется «Бери от жизни все». Он про спортивные направления. Состоит из нескольких сюжетов, экспериментов, Где я пробую на себе разные экстремальные, интересные спортивные направления, которые есть в нашем городе. Уже сегодня организаторы с уверенностью утверждают, что «Медиа-навигатор-2017» будет. А с победой во втором фестивале участников поздравляли Владимир Березовский и Николай Салдаев. Репортажи этого выпуска подготовлены на телеканале Евразион ТВ. Следите за новостями на официальном сайте Тюменского госуниверситета и в социальных сетях. А на сегодня это все. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok